В Алматы начали выявлять невакцинированных сотрудников предприятий и компаний. О необходимости поставить антиковидный укол горожан предупреждали неоднократно и даже давали отсрочки. Впрочем, пока проверяющие ограничиваются предупреждением. Но со следующей недели за нарушение будут выписывать крупный штраф. В первый рейд вместе с мониторинговой группой отправились и мои коллеги. Репортаж Айданы Нураш. Проверять наличие паспорта вакцинации у сотрудников алматинских предприятий начали сразу во всех районах. Руководители организации должны предоставить полный отчет о вакцинированных и невакцинированных по медицинским показаниям работниках. Первым делом члены мониторинговой группы нанесли визит в офисы компании с небольшим штатом работников. Беседу ревизоры ведут с руководителями и медицинским персоналом. Представители Акимата сверяют список работников. Если в их числе есть невакцинированные, то запрашивают дополнительные документы, разрешающие им работать офлайн. Для того, чтобы пройти проверку, сотрудники должны быть привиты хотя бы первым компонентом антиковидного препарата. Предприятия для проверки определяют выборочно. В случае обнаружения нарушений, данные об объекте направляются в органы санопид-контроля. При повторном нарушении руководителей штрафуют. В зависимости от масштабов объекта растет и сумма административного взыскания. Проверяем все объекты МСБ. Мы обошли порядка десятка предприятий. Пока нарушений не выявлено. Важно, чтобы имелся полный перечень документов. Мониторинговая группа работает с 10 утра до 5 вечера. Проверки проводятся только по будням. На фоне начавшихся проверок в Алматы увеличивается и число желающих привиться от ковида. Ежедневно пункты вакцинации посещают по несколько тысяч человек. Но чтобы выработать коллективный иммунитет, необходимо вакцинировать 70% населения города. Сейчас этот показатель составляет только 46%. Айдана Нураш, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы.